Всем привет! Это стеклянная теплица, где выращиваются высокорослые томаты. Сейчас мы их подвязываем и как раз делаем опору для подвязки. Так, как мы ее делаем? Есть труба длиной 2 метра. Она полая, диаметром 1,2 сантиметра. Приобреталась труба в костераме, она чем-то покрыта, алюминий, приятного цвета. На рынке не стали приобретать, на рынке было дороже, значительно дороже. Сколько одна трубка стоит? 108 рублей, по-моему, если не ошибаюсь. Для нее еще были нержавеющие саморезы, приобретенные для того, чтобы... Сейчас я покажу. Ну, изначально я скажу, что у нас теплица, вообще каркас, это алюминий, правильно? Да. Вот, поэтому и трубки у нас, соответственно, алюминиевые, чтобы не текла ржавчина. Были приобретены нержавеющая сталь. А, и саморезы. Там же, да. Так, а саморезы сколько стоят? Там, не помню, что 10, по-моему, 76 рублей, а не в пакетике. Понятно. Вот, и мы ее дорабатываем в теплицу, тем самым улучшаем качество наших посадок и сборов урожая и все остальное. Сейчас мы вот, допустим, замерим. Мы уже ее сделали, много что-то делали. Так, вот, ну, изначально мы уже начали делать. Вот я уже некоторые томаты подвязала. Значит, у меня томаты растут в два ряда, и поэтому и трубки мы делаем, на которые цепляем веревки, тоже в два ряда. То есть, вот, внешний край и внутренний край. Вот мы уже подцепили. До этих трубок, как сделать, я томаты подвязывала к этим перекладинам тепличным изначально, которые были. Но так как они вот такого прямоугольные, здесь край островатый, нитка рвалась, то есть помидоры падали. А так как здесь трубка, она получается округлая, то и томаты она будет хорошо держать. Не томаты, а именно веревки вот эти. Вот я сейчас замер сделал. Сейчас я отрежу, а потом ставлю шип, соединение у нас с шипом. Я сам делаю эти шипы, в магазине таких нет. Понятно. И делаю из бамбука. Из бамбука, понятно. Это получается у нас на одну сторону. Сколько вот таких трубок уходит? Вот таких. Две с половиной. Две с половиной. Я обрезан ножовкой. Края острые, ну, не очень удобно работать с ними. Сейчас мы подработаем края, и дальше будем работать. Кромку мы доработали, теперь удобно работать, чтобы не пораниться. Из бамбука будем делать шипы, чтобы вставлять и соединять трубку между собой. Но так как у нас уже остался бамбук более толстый, мы сейчас его тоже немножечко уберем толщину, и будет готов шип. Вот у нас готов импровизированный шип. Просто бамбук, я говорю, размеры нужно закончился, и нам приходилось обтачивать, еще раз повторюсь. Поэтому не взбирайте на то, что он как-то коря-корявый, но зато он будет работать. Вот я его вставлю сюда сейчас. Вот так вот. И вторую трубку его подожму. Но это будет наверху так смотреться, там дальше. Сейчас мы покажем все в действии. Освобождаем чуть-чуть винт, по-другому мы шипы не наденем. Так, это уже обрезан вот этот кусок? Да. Последний. Сейчас я это с шипы даже поближе с ним. Обратно завинчиваем. Все, вставлено уже. Вот переход одной трубки в другую. Покажи пальцем, а то так не видно, где же переход. Вот он. Ага, подожди, вижу. Стыковка? Стыковка, да. Вот, практически незаметно вообще. И смотрится, как одна единая целая. Эстетично. Да, очень красиво. Вот так. Даже не все. Это внешний край, вот этот. А это вот внутренняя тоже трубка. Сейчас мы будем гречку делать. Как раз ее сейчас осталось заделать, и все. И здесь уже тоже вот они идут. Здесь трубка, и здесь трубка. Тоже томаты в два ряда посажены. И с этой стороны так же. Вот две трубки. А так как у меня уже труба зафиксирована, она ни вправо, ни влево. Маленьким, тоненьким сверлом я делаю отверстие сначала, чтобы не соскальзвоваться с трубки, так удобнее делать. Берем сверло потолще. Это 3,6 у меня. Диаметр самого винта, самореза, 4. Но для того, чтобы он еще нарезку сделал и держался в этой конструкции, надо взять диаметр сверла меньше, чем диаметр самого самореза, либо винта. Так, дырочка у нас уже маленькая есть. У нас ничего не соскучится, можно спокойно сверлить. Сверло, сейчас не помню, какое-то сверло у меня. Десятка или что-то больше. Он не с ограничителем был, я по дереву и по дереву раньше работал. Вы на это не смотрите, внимания не обращайте. Мы делаем фаску для того, чтобы наша шляпка хорошо легла. Но я делал фаску, по-другому всегда зенкуем или еще чем-то, как-то по-другому. Вставляем, ставим и заворачиваем. Все, все, видите, ничего, все, все жестко. Еще мне нравится стеклянная теплица, потому что у нее шаг каркаса мой минимальный. Вот думаю, крепить конструкции, и они меньше будут прогибаться во время эксплуатации. Рейки для подвязки уже готовы, теперь сама подвязка томатов. Здесь, я думаю, все знают, я делаю свободную петлю, обматываю нить по всему стеблю, закручиваю по часовой стрелке. И теперь самый важный момент, это подвязка уже к... Как у парашютиста и как у любого летчика есть чека, чтобы выдернуть парашют, у нас есть запасная петля для того, чтобы если вдруг оборвется нитка, быстро подвязать ее потом обратно. Потому что в том году такие ситуации у нас были, и было неудобно подвязывать. Вот, петлю мы сделали. Это где-то в середине петлю. В середине, да. Мы так делаем. А потом ситуация следующая. Нам приходится здесь натягивать, а веревка, бечевка эта, она обычно пытается, наоборот, ослабить нам все. Вот ослабленная, видите, да? Ослабленная. Да. Вот сейчас я подтяну, она натянутая, да? Как пружинка. Я пытаюсь ее грубо говоря как-то там затянуть, она раз, опять сползает. Да. Чтобы этот момент убрать, я делаю следующим образом. Примеряю, где мне сделать петлю. Петлю. Так. Сейчас мы сделаем эту петлю. Эту петлю я сюда закину, натяну пальчиком. Пальчиком придерживаю ее, при пальчиком. Свободным. Вот даже можно так, свободный конец продеваю в эту петлю. Угу. Потом петлю, а, как раз, в обратную сторону, что петля заезжала наверх. Угу. Не знаю, вам видно, не видно. И, получается, я подтянул. Вот, все, она в натяжечку. Натяжечку, все. Удобно просто подтягивать. Ты ее подтянул одним концом. Потом, чтобы дальше ничего у нас не ослабило, я быстренько делаю косичку такую. Делаю косичку. И потом я ее завязываю. То есть, одним концом удобно работать. Так, так у меня петля там была сделана изначально. Я ее затянул этим свободным концом. И свободный конец обмонтал. Все. Как струна. Продолжение следует.